День Победы, специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Юлия Евтушенко. Мы начинаем. Великий май, Победный май. Бобруйск присоединился к республиканской акции «Беларусь помнит». Горжусь безгранично своим дедом. Как это было? Сединой на висках ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. Сейчас я на нее смотрю и думаю, какая же это сильная женщина. Чьей душе живет боль войны? Дорогами памяти в городе прошел патриотический автопробег. Кто стал символом мира? А также величественный парад, победный забег и финальный аккорд. Всех победы! Бобруйчан ожидает грандиозное завершение праздника. Что приготовили жителям на десерт? Спустя годы правда о Великой Победе оберегает нашу землю от угроз нового времени. А все человечество от возрождения разрушительных идей нацизма. Отметил в поздравлении соотечественником Александр Лукашенко. Глава государства 79-ю годовщину встретил в Москве. В российскую столицу белорусский лидер прибыл накануне по приглашению коллеги. Праздник начался с вынесения знамени Победы. Затем с приветственной речью выступил Владимир Путин. Парад открыл легендарный Т-34. По главной площади также проехали комплексы Искандер-М, С-400 Ярс. Затем самая зрелищная авиационная часть. Звенья русских витязей и стрижей поднялись в воздух и окрасили небо в цвета триколора. После почетные гости вместе покинули Красную площадь и направились в Александровский сад, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Большинство белорусов испытывают гордость за народ, когда слышат о Великой Отечественной. Почти каждый 2-й 9 мая смотрят трансляцию парада по телевизору или в интернете. Прогулки по праздничному городу и посещение салюта предпочитают 42% населения. Бобруйск этот день встретил салами и гвоздиками в руках. Наши жители помнят каждого, кто ценой собственной жизни приближал победу. Праздничная колонна майским утром пронесла память о великом подвиге. О шествии победной весны Елизавета Липеева. Утро Великого Мая. В часовне иконы Божьей Матери всех скорбящих радость зажигаются свечи. Руководство города и епископ Бобруйский Быховский Серафим чтят память героев. Упокойнее, отнюдь уже отбежа болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, словом или делом или помышлением. И это благие человека любит Бог прости. С благодарностью в сердце администрация города, представители трудовых коллективов, сотни неравнодушных, возлагают красные гвоздики к подножию мемориала в честь воинов, погибших при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Праздничная колонна выстраивается на пересечении Минской проспекта Георгиевского в 10.45, дан старт торжественному шествию. Более шести тысяч бобруйчан в сопровождении военного оркестра несут в сердцах память в руках портреты дедов-прадедов, настоящих героев. Ты понимаешь в этот день, что наше поколение новых детей, молодежи, они всегда будут помнить наших предков. Горжусь безгранично своим дедом. Хожу с этим портретом с пятого класса уже, а сейчас я в одиннадцатом классе. Флаги, красно-зеленые шары, госсимволика. Вдоль Минской социалистической многотысячную колонну радостными возгласами встречают и взрослые дети. Республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит» объединяет майским утром каждого. Масштабы торжества поражают. На 9 мая хожу каждый год с учителями, с друзьями. Это очень важный праздник, так как мы должны помнить наших предков. Мы очень благодарны за победу, всегда будем выступать в таких шествиях. Мы безмерно гордимся этим праздником, это очень значимый праздник для нас. С праздничным настроением колонна прибывает на Площадь Победы. Митинг-реквием, возложение, минута молчания, неизменные традиции священного дня. Уважение всем, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Помнить, передавать историю из поколения в поколение. Долг каждого. Без них не было бы мирного неба, не было бы праздника. В адрес ветеранов слова безграничной благодарности. К многообразию медалей на груди добавляются новые в честь настоящих героев творческие номера. Поздравляю в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя их уже осталось нас мало, 27 человек. И уж видите, как сегодня бобручане празднуют этот праздник. И я думаю, что это всегда был и есть народный праздник. Всех с Днем Победы. Парад воинов Бобруйского гарнизона поражает синхронностью. Поистине завораживающее зрелище жителей. Гости города смотрят, затаив дыхание. Многолюдно возле полевой кухни попробовать настоящей солдатской каши в этот день желают многие. Очередь растягивается на несколько десятков метров. Если честно сказать, ела с удовольствием. Я никогда не пробовала, и мне хочется попробовать. Как попробуешь? Как думаешь, понравится? Да, думаю, что понравится. Сегодня в городе не остается места, где не празднуют Победный май. Излюбленная локация, фотозоны, повзаимодействовать и сделать снимок с атрибутами того времени может каждая среди локаций особо и фамильные. Июнь – это где-то в Беларуси под Бобруйском. 7 мая, два дня до Победы. От медицинских до культурных учреждений – основные тематические экспозиции у организаций предприятий города. К оформлению подачи все подходят креативно. Снова Победный май. И, естественно, учащиеся центра «Росквит» не могут, они наследники Победы, не поздравить наш родной Бобруйск. И всех-всех побручал с этим великим праздником. 79 лет мы живем под мирным небом, и это счастье. Вальс Победы. Кульминацией этого дня становится флешмоб. В праздничном танце кружатся представители трудовых коллективов «Профсоюз», «Пионеры», «БРСМ», «Белая Русь». За каждым движением долгие часы репетиции. Результат – искренние эмоции зрителей. Елизавета Липеева, Елизавета Житкова, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. У войны не женское лицо. Ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. Для тех, кто по состоянию здоровья не попал на общий праздник – персональный мини-парад. Прожектористку Ольгу Головкину мэр города посетил лично. О слезах радости Виталий Гаврусев. 9 мая – День Победы. В нашей стране от мала до велика отмечают этот праздник. Особое внимание ветеранам. Они победили фашизм. Послевоенные годы восстанавливали страну. Сегодня многие из них еще рассказывают горькую правду о войне молодежи. Война – это раны, смерть, потери, боль, страх. В годы Великой Отечественной на защиту Родины вставали совсем юные девушки, вчерашние школьницы, студентки. Они внесли неоценимый вклад в приближение Победы, смогли перенести все тяготы военного времени. Сказать слова благодарности каждому. 99-летнюю Ольгу Головкину, ветерана Великой Отечественной войны, поздравила руководство города. Мы взяли обязательно за столет. Ольга Кузьминична, как и многие ее сверстники, со сложной судьбой. 16-летней девчонкой добровольно ушла на фронт из Канска, что в Красноярском крае. Была прожектористкой в зенитной батарее в Сталинграде. За мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Это святой праздник, потому что мы с детства его отмечаем, мы много знали про войну, в отличие от уже современной молодежи. Это великий праздник, это праздник гордости за наших предков. После окончания войны вернулась в родной Канск. Затем вместе с мужем-летчиком проехала весь Восток и Сибирь. А вскоре судьба направила семью в Бобруйск. В детстве было это просто бабушка и бабушка. А сейчас, когда ты понимаешь, что такое война, когда послушаешь ее и рассказываешь, что она пережила, когда ты понимаешь, что у нее за плечами столько много прожитых лет, сколько в ней мудрости, сколько, ну самое главное, силы духа, желание жить и бороться. И вот сейчас я на нее смотрю и думаю, какая же это сильная женщина. К сожалению, время берет свое, ветеранов с каждым годом становится меньше. Закаленные ужасами они и сегодня не теряют бодрости духа. А главное, все как один замечают, пережитое ими никогда больше не должно повториться. Спасибо, что чтят, спасибо, что поздравляют, спасибо, что уделяют такое большое внимание, что такая помощь от государства, от города, столько внимания. Ну, спасибо огромное. Нашим ветеранам очень большое спасибо за победу, которую они подарили всем. Мы очень рады, что живем в такое время. День Победы – это для меня праздник большой. Какое-то самое ее поздравляние, у меня слезы шли, потому что вспомнил отца. Такие вот радостные. Хочу, чтобы было мир на земле, все, чтобы дети мои были, внуки его бегают мои, чтобы было все у них хорошо. Мы обязаны помнить подвиг, ценить смелость и неустанно благодарить за мирное небо над головой всех тех, кто пал во имя Родины и тех, кто сегодня еще с нами. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Подвиг героя театра драмы и комедии к 9 мая подготовил спектакль Василий Теркин в честь памяти о Великой Отечественной. Баллада о солдате не оставила равнодушными бобруйчан. В малом зале аншлаг. Победа со слезами на глазах – так можно описать военно-патриотическую постановку режиссера Дмитрия Нуянзина, в которой жива память. В ролях шесть актеров-солдат. Мы решили обратиться к этому произведению, чтобы в самом деле получился светлый, радостный праздник, потому что очень много юмора в поэме Твардовского, очень много совершенно другого отношения, когда уже идет победа и когда идут к победе, и даже какие-то страшные, трагичные места солдаты и главный герой вспоминают немножко по другим ключам. Главный герой проходит через всю войну, не теряя смелости, веры в победу и юмора. Главная задача постановки – не погрузить людей в атмосферу тяжелого времени, а показать с помощью вымышленного оптимистического персонажа. Солдаты в окопах не теряли надежду на мирное небо и находили в себе силы шутить, радоваться жизни и проходить все испытания судьбы. Они сражались за жизнь до смерти. После обеда в Бобруйске стартовал автопробег. Ежегодно сотни горожан собираются на «Опермана». Каждый старается оригинально стилизовать свою машину. Танки, пушки, советские «Волги». Колонна растянулась на несколько километров. В деревне участников уже ждала концертная программа. Роман Костюков присоединился к масштабной акции. На вкус и цвет. От такого скопления авто разбегаются глаза. В День Победы на задней парковке Бобруйской арены собралось по четыре сотни транспортных средств и порядка двух тысяч участников. Ярко и оригинально. К автопробегу участники подошли с особым энтузиазмом. Красочная надпись, ленточки и флаги, дола, ракеты и даже целые артиллерийские установки. Одним словом, креативу нет предела. В течение года думал, как людей удивить. Ну, решили сделать двух солдат. Внутри металлокаркас получается из проволоки сварен. Так или иначе, след от войны остается на каждом фамильном древе. У кого-то погибли отцы, братья, деды, прадеды. Почти техпамять собрался, кажется, весь город. Пришли на автопробег всей семьей. Это праздник для нас святой. Ровно в 14 часов колонна начинает свой ход. Будто герои прошлых лет они проезжают боевой марш. Символично. В самом начале пути участники останавливаются у Свято-Георгиевского храма, где выпускают на волю главный символ мира – белых голубей. Поздравляем! Поздравляем! Цепочка из нарядных авто растягивается на километры. Череду движущихся транспортных средств встречают вдоль дороги восторженные горожане. В ответ на это водители приветствуют глухим звуковым сигналом. Проследовала колонна вплоть до Кургана Славы в деревне Сычково, где их уже встречают местные жители. В конечном пункте мирного шествия участники возложили цветы к мемориалу Курган Славы. Самое важное, что мы сюда едем с одной важной целью. От мала до велика мы отдаем честь нашим прадедам и дедам. Автопробег подарил яркие эмоции не только участникам, но и всем тем, кто наблюдал за его ходом. Безусловно, причастные к событию смогли отдать дань уважения павшим героям и ветеранам, а также поблагодарить за День Победы, который мы, белорусы, чтим с 45-го по сегодняшний день. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Спорт, жизнь, мир. По традиции любителей активного образа жизни объединила легкоатлетическая эстафета на призы информационного агентства Бобруйск Медиа. Великой Победе посвящается память о погибших вечна. На старт в этом году вышло символично 80 команд. Это дань уважения нашим ветеранам, которые воевали за нас, за наше мирное небо над головой. Мы гордимся доблестной историей нашей страны и отдаем дань уважения нашим дедам, прадедам. Спортсмены-легкоатлеты, учащиеся школы, среднеспециальных учебных заведений, подростковых клубов и трудовых коллективов Бобруйска преодолели 10 этапов, показав хорошую физическую подготовку, высокую волю к победе, а также зарядились энергией и положительными эмоциями. Все с победой! Это дань уважения нашим старшим поколению, нашим защитникам Родины. И ребята всегда настроены, всегда блеск в глазах. Среди победителей – Белшина, Бобруйска-Громаш, автотранспортный колледж, первая школа, клуб «Северное сияние». Легкоатлетическая эстафета в очередной раз показала – жители города, спортсмены, болельщики гордятся историей своей страны, верны патриотическим традициям своих отцов и дедов, свято чтят память о них. Адресная табличка со смыслом – телеканал Бобруйск-360 совместно со школой блогеров продолжает проект, материалы которого воскресят в памяти зрителей славные имена, присвоенные улицам нашего города. Ведь не секрет, что не все знают, почему увековечено в Бобруйской топонимике то или другое название. Кем был Панов? Одна из самых новых улиц микрорайона Киселевичей носит имя генерала Михаила Федоровича Панова, военно-начальника, благодаря которому был освобожден наш город на Березине. Командир 1-го гвардейского Донского танкового корпуса после начала операции «Багратион» 25 июня 1944 года, выйдя на оперативный простор, быстро начал развивать наступление. Имея задачу окружить и взять Бобруйск, главный удар он направил на север вдоль Березины с выходом на ее западный берег и окружением группировки противника «Северней Пальчи». Успешному продвижению наших танков в значительной степени способствовали своевременно устраненные маршруты и наведенные переправы по болотистой местности. Выход 27 июня 1-го гвардейского Донского танкового корпуса на рубеж железнодорожной станции «Мирадина-Сычково-Панюшковичи» отрезал пути от хода противника в северо-западном направлении. Высшая к этому моменту на левый берег Березины напротив города 48-я армия сделала невозможным отступление гитлеровцев на восток. Соединения 105-го корпуса были на подступах по Бруйску с юга и юга запада. Таким образом, к исходу дня полное окружение группировки врага было завершено. Танкисты генерала Панова вели бой на окраинах нашего города, а копавшиеся в нем фашисты оказывали ожесточенное сопротивление. Тем не менее, в окружение попали остатки разбитых немецких дивизий общей численностью до 40 тысяч человек. Сражение продолжалось и на следующий день. Наши танки несколько раз врывались на улицы, но не будучи поддержанными пехотными частями, были вынуждены отходить в исходное положение. К концу дня 27 июня была достигнута необходимая согласованность наших войск. 354-я дивизия 105-го корпуса к 23-м 0-0 овладела лагерной слободкой, а 115-я его бригада заняла Дедова на западной окраине. Продолжали бои 75-я стрелковая дивизия и 1-я мотострелковая бригада. А вот Донской танковый корпус получил новую боевую задачу и начал марш на Минск. За образцовое выполнение боевых заданий, командование в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, освобождение Бобруйска и проявленные при этом доблести и мужества 15-й и 17-й гвардейские танковые бригады из 1-го Донского корпуса были награждены орденами Суворова 2-й степени. Уже 3 июля 1944 года бойцы Михаила Федорова Чапанова ворвались в столицу нашей республики – Минск. Грандиозный финал «Большой праздник» завершится так же незабываемо, как и начался. В 9 вечера у танка Бахарова стартует акция «Поем вместе песни Победы». Сотни бобруйчан объединятся, чтобы почтить подвиг предков мелодиями, которые рассказывают о патриотизме, солдатской дружбе, любви. После всех желающих приглашают присоединиться к просмотру фильма «Под открытым небом». Российская картина «Расправляя крылья» расскажет героическую историю боевой летчицы. Которая в 1943 году получила ранение и вернулась работать в тыл на авиационный завод. Но, несмотря на ранение, она делает все возможное для того, чтобы вновь вернуться в небо и приблизить Великую Победу. Мы приглашаем гостей и жителей города вместе провести этот светлый праздник. 9 мая – день Великой Победы. Низкий поклон и вечная память павшим на полях сражений тем, кто отдал свои жизни за мирное небо. Беларусь первая из союзных республик приняла удар и стала ареной самых крупных битв. Наш народ показал свои лучшие качества и сразу же встал на защиту Родины. Новые формы фашизма зачем пытаются переписать истории, для кого 9 мая не праздник? И кто сносит памятники советским воинам? Об этом и не только в новом выпуске программы «Политический курс» сразу после выпуска новостей. Это все из событий к этой минуте. Телеканал «Бобруйск-360» поздравляет вас с Днем Победы и желает мира и добра вашему дому. Днем Победы и желает мира и добра вашему дому. Днем Победы и желает мира и добра вашему дому.